Всем добрый день, добрый вечер. Сегодня мы встречаемся чуть раньше, чем, по крайней мере, встречались в последнее время. Но для кого-то, может быть, до ворот привычное время 6 часов вечера по Москве. Сегодня у нас 2 апреля. Мы уверенно входим в весенний период. По крайней мере, в Москве сегодня практически уже лето. Вот, надеюсь, и в ваших городах тоже потеплело. Это действительно здорово. А это значит, что у нас в разгаре, или, по крайней мере, скоро будет дивидендный период. Собственно, об этом и хочется сегодня поговорить. Я надеюсь, что дивиденды – это то, что большинству российских инвесторов нравится. То, что очень ожидаемо, особенно инвесторов, ну, скажем так, в хорошем смысле, с пассивным подходом, как некий урожай, такой классический урожай осенью, а биржевой урожай, скорее всего, весной, там, ближе к лету. Причем российские компании некоторые исторически выплачивали дивиденды, переходили даже в выплаты дивидендов почаще, раз в полгода, ежеквартально. Был понятный период. Сейчас, надеюсь, эта история все-таки потихонечку будет восстанавливаться. Но, в общем, дивиденды – это то, что на российском рынке случается часто. То, на что, на мой взгляд, частные начинающие инвесторы обращают много внимания. Поэтому, надеюсь, что тема будет очень сегодня актуальна. Так что, давайте начинать. Кто нас слушает в записи? Ну, классический мой призыв – скачивайте приложение «Госпромбанка инвестиций», инвестируйте вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал, приходите к нам на эфир, задавайте вопросы. Вот такой список рекомендаций для начала. Ну, а для тех, кто пришел, еще раз всем добрый вечер. Давайте потихонечку будем начинать. Сегодня у нас в гостях Илья Купреев, старший портфельный управляющий УК «Первая». Илья, добрый вечер. Да, добрый вечер, коллеги. Всем участникам большой пламенный привет. Спасибо большое. Быстренько, по регламенту у нас час первые 34-х минут я задаю вам вопросы. Может быть, кстати, сегодня будет чуть поменьше, потому что все-таки надеюсь, что вопросов от слушателей будет много. Дорогие слушатели, ваша вторая половина. Поэтому пишите, пожалуйста, вопросы в первой части по ходу. Напоминаю, их можно писать в последнем телеграм-посте, в нашем закрепленном последнем посте, в комментариях. Да, вот уже вижу, есть вопросы. Пишите обязательно, еще раз, что-то по ходу. В большей степени во второй части я адресую сегодня эти вопросы нашему гостю. Илья, давайте все-таки начнем с такого базового вопроса. Я думаю, опять же, многие инвесторы знают про дивиденды, что это такое и так далее. Но все-таки, вот с общей темой. Не то, что, ну, я думаю, что такое дивиденды, все знают, надеюсь. А вот все-таки некая история, то есть вот какая сложилась традиция на российском рынке с точки зрения дивидендов? Какие отрасли, давайте пока по отрасли, более исторические дивиденды, какие менее исторические дивиденды? И, может быть, какие-то особенности, на которые нужно обращать при инвестировании в дивидендные компании? Да, действительно, давайте поговорим по поводу, скажем так, основ инвестирования, да, и, соответственно, дивидендных выплат, как, скажем так, части вознаграждения, которые получает инвестор, да, вложив свои деньги в данную ситуацию в акции, да, как финансовый инструмент. Ну, соответственно, дивиденды – это, по сути дела, та часть прибыли или свободного денежного потока, который генерирует бизнес-компании, которым компания, собственно говоря, может и хочет поделиться с инвесторами. Да, соответственно, у нас, в принципе, наверное, грубо можно поделить все компании на две широкие категории. Первая категория – это компании, которые, скажем так, имеют уже зрелый устойчивый бизнес, который генерирует высокие денежные потоки, которые уже сделали большую часть своих капиталовложений, ну и, собственно говоря, основную часть прибыли или своего свободного денежного потока могут направлять на выплату дивидендов. Да, то есть, компании уже устоявшиеся с высоким денежным потоком. Есть вторая категория компаний, которые, скажем так, находятся в фазе активного роста. Это, может быть, уже не стартапы, но еще не в той фазе, при которой компания не видит перспектив роста. Да, это те компании, которые продолжают быстро расти. Для того, чтобы им расти, им нужно вкладывать довольно много денег, часто это всю прибыль, которую они зарабатывают, плюс, возможно, привлекают дополнительные заемные средства в бизнес, в расширение производства или расширение штата, сотрудников и так далее. И такие компании, они являются компаниями роста, и, как правило, дивидендов они либо не платят, либо платят существенно ниже, чем компания первой категории, скажем так, этой компании зрелой и устойчивой. Соответственно, наш российский рынок, если его сравнивать с большинством других рынков, он все-таки относится больше к категории, скажем так, зрелых, устойчивых бизнесов. То есть основные имитенты, которые у нас представлены на рынке, это компании, которые как раз генерируют большой денежный поток, высокую прибыль и имеют возможность, и, как правило, имеют желание этой прибылью делиться. Ну, если мы говорим про сектора, это в первую очередь наш основной сектор нефтегазовый, да, также можно добавить другие сырьевые сектора. Да, это металлургия, это сектор удобрения, то есть все наши экспортеры, как правило, они довольно много платят дивидендов, да, генерируют прибыль и платят дивиденды. Плюс в эту категорию можно внести компании, которые работают уже на нашем российском внутреннем рынке, да, это прежде всего банковский сектор. Ну, там есть, наверное, разные игроки, есть быстрорастущие, есть более устойчивые. Но если мы берем лидеров отрасли, да, такие компании, как Сбер, да, то здесь, конечно, тоже уже этот имитент находится в фазе, собственно говоря, которая позволяет выплачивать большую часть прибыли в виде дивидендов. Ну, из компаний, ориентированных на внутренний спрос, у нас тоже есть уже зрелые отрасли, это телекомы, это розница, в основном продуктовая розница, да, там тоже, в принципе, довольно, скажем так, потребность в капиталовложения сокращается, и у компании появляется возможность все большую часть прибыли распределять в виде дивидендов. Вот, поэтому, что касается, скажем так, нашего рынка, действительно он более дивидендный. Если мы посмотрим, скажем так, на совокупную доходность, которую наши инвесторы могли заработать на рынке, ну, мы все знаем, да, что она складывается из двух частей, это, собственно говоря, перевоз стоимости акции и дивидендная доходность, да, то есть дивиденды, которые мы получили за определенный период времени. Если посмотреть, то в среднем за последние 10 лет наш рынок принес инвесторам 14,4% средней годовой доходности, то есть ежегодно, да, эти суммы капитализируются, из которых на дивиденды пришлось около 6,6% ежегодно в среднем за этот период. Это, на самом деле, практически половина доходности, да, 6,6% из 14,4% это 46%, да, в ряде случаев даже это были более высокие цифры, да. То есть наш рынок дает доходность, можно сказать, половину этой доходности, да, дают именно дивидендные выплаты. Если сравнить с другими рынками, это, конечно, у нас величина высокая, да, то есть если посмотреть там на развитые рынки, дивиденды дают, может быть, там до 20-30% совокупной доходности, да, и уровень дивидендной доходности там не 6-7%, как у нас, а существенно ниже, это, дай бог, там 2-3% в среднем по рынку. То есть в этой связи дивиденды действительно для нас важны, да, это такая важная характеристика нашего фондового рынка. Ну и с точки зрения, как бы, технической, это тоже есть важная история, связанная с тем, что у нас большая часть дивидендов, которые получают инвесторы, она реинвестируется, да, то есть у нас порядка 70-80% дивидендов, которые получают инвесторы, они обратно вкладывают в рынок, покупают на них акции, да, то есть это обеспечивает такой, по сути дела, переток средств от корпорации, да, на фондовый рынок. Ну и, соответственно, это влияет на котировки акций, то есть позволяет также обеспечивать дополнительный спрос на акции, таким образом толкая цены на акции вверх. Соответственно, если посмотреть на цифры, да, у нас дивиденды уже измеряются триллионами рублей, да, если брать общий объем дивидендов, вот наши коллеги Сбербанка Кипа считали, что в 23-м году компании выплатили около трех триллионов рублей дивидендов. Основная часть этих дивидендов, она пошла мажоритарным собственникам, да, в том числе во многих случаях это государством. Вот, но тем не менее, порядка 500 миллиардов из этих трех триллионов, это те средства, которые поступили на акции, находящиеся в свободном обращении на бирже, да, из них примерно 40% физическим лицам, и таким образом, в общем-то, эти деньги, да, они были реинвестированы в рынок и служат тоже вот таким важным источником спроса на акции, да, и фактором роста рынка ценных бумаг. Наверное, вводная часть, да, это, наверное, то, что хотел рассказать. Давайте дальше пойдем по вашим вопросам. Да, хорошо. В общем, самая важная часть, наверное, что дивиденды действительно очень важны для российского инвестора. Следующий вопрос, он, может быть, чуть повторяет то, что вы сказали, но хочется все-таки прям акцент уже на этом сделать. Какую роль играют дивиденды для инвесторов в России? Вы приводили вот некоторую статистику. Может быть, все-таки еще есть какие-то цифры с точки зрения, там, сколько компаний в целом направляют, как инвесторы реагируют на улыбку дивидендов, как, там, относятся к этим факторам, ну и так далее. Да, но здесь все довольно очевидно, да, у нас довольно, скажем так, чувствительные инвесторы к выплате дивидендов. И на самом деле это довольно интересный вопрос, он не такой простой, потому что, например, на развитых рынках проводились исследования, да, в том числе и эперические, и теоретические. На самом деле там, наверное, не установлено такой прямой связи между величиной дивидендов компаний, да, которых там выплачивают, и совокупной доходностью, которую зарабатывают инвесторы, да, включая эти самые дивиденды и плюс, соответственно, перевод стоимости акций, да, то есть там, наверное, такой прямой связи не наблюдается, да. Но, тем не менее, если мы посмотрим на российский рынок, здесь все-таки мы явно видим реакцию инвесторов на дивиденды, да, и она довольно ярко выражена, как, скажем так, в период до объявления советами директоров компании выплаты дивидендов, так и после объявлений и прохождения так называемой даты отсечки, да, когда у нас образуется дивидендный гэп, то есть цена акций снижается на личную дивиденда, после чего также во многих случаях, да, инвесторы используют вот эту возможность снижения цены акций для того, чтобы увеличить свою позицию в компании, то есть купить ее по более низкой цене. Вот, поэтому у нас действительно дивиденды вызывают такие существенные движения, но это, наверное, можно объяснить несколькими факторами. Первый фактор, тот, который мы уже обсуждали, связан с тем, что у нас, в принципе, дивиденды имеют существенную долю в совокупном доходе инвестора, у нас величина дивиденда в процентах от акций, да, или дивидендная доходность гораздо выше, то есть, соответственно, движение цены существенно выше, да, после дивидендной отсечки, что, в принципе, действительно там вызывает повышенный интерес инвесторов к этим движениям. Ну и также важный фактор, наверное, следующий, да, на самом деле, поскольку у нас рынок, ну, он имеет какую-то определенную историю, да, но, тем не менее, он относительно молодой рынок акций, ему всего там, сколько там, два десятка лет, да, может быть, чуть побольше. Вот, и у нас все-таки, да, скажем так, практики корпоративного управления, да, практики защиты прав инвесторов пока, скажем так, несовершенны. И в этой связи, скажем так, выплата дивидендов, она является таким позитивным сигналом к тому, что основной собственник компании, да, он, скажем так, готов делиться прибылью с миноритарными акционерами. Да, это важный фактор, поскольку, ну, вы, наверное, если имеете некоторый опыт работы на фондовом рынке, вы знаете, что, как бы, не все компании, скажем так, имеют положительную историю корпоративного управления. Да, есть у компании другие варианты, куда направить свободные денежные средства, да, не всегда в интересах миноритарных акционеров, поэтому выплата дивидендов, она является таким самым простым, самым понятным, самым, наверное, правильным, да, способом поделиться заработанной прибылью с миноритарными участниками рынка акций. Да, в этой связи для нас дивиденды действительно очень актуальны, да, и свидетельствуют, скажем так, об определенном качестве эмитента акций, да, которые, собственно говоря, эти дивиденды выплачивают. Отлично. Спасибо большое. Предлагаю перейти уже чуть больше к конкретике. Следующий вопрос про 2023 год. Я бы даже, может быть, некий такой, захватил 22-23, то есть имеется в виду, с учетом того, что кто-то отказывался, исторически платил дивиденды, в 22-м, по понятным причинам, не платили, и в 23-м возвращались. Вот тоже затронуть этот вопрос. Ну, в общем, вот, как можно оценить сезон 23-го года с точки зрения дивидендов, ну, и, как я сказал ранее, чем он отличался, выделялся по сравнению с другими периодами? Да, давайте посмотрим немножко на цифры. Как я уже говорил, у нас в среднем за 10 лет дивидендная доходность рынка составляла 6,6%. У нас произошло резкое снижение этого показателя в 22-м году. Да, мы все помним, что была не очень простая ситуация. У нас страна столкнулась с беспрецедентными санкциями. Имитенты многие вынуждены были перестраивать свой бизнес, столкнулись с высокой неопределенностью. В этой связи многие имитенты, да, как вы сказали, Андрей, отказались от дивидендов, попридержали прибыль, да, при том, что, как мы сейчас можем посмотреть в ретроспективе, на самом деле, с точки зрения финансового положения компании, да, 22-й год оказался успешным относительно. То есть, в целом, по нашему рынку компании не только не сократили чистую прибыль, но даже смогли ее немножко увеличить. Но при этом они привляли осторожность и придерживали дивиденды. Кто-то сознательно, кто-то это не мог обеспечить выплаты ввиду технических ограничений. Да, прежде всего, это имеет отношение к тем компаниям, которые имели формальную иностранную регистрацию бизнеса. Да, то есть бизнес ввели в России, но юридически были зарегистрированы в других юрисдикциях. Вот, соответственно, там у них проблемы с платежами, с переводом средств в головную компанию, и, соответственно, распределением их акционерам, в том числе, которые держали и держат акции в НРД, да, в российской инфраструктуре, в общем-то, не смогли этого больше делать после того, как у нас были наложены санкции на НРД. Вот, тем не менее, у нас ситуация, в общем-то, в 2023 году существенно улучшилась. Да, у нас появилось больше определенности, наша экономика, наши компании смогли адаптироваться к новым условиям и, в принципе, начали возобновлять дивидендные выплаты. Поэтому, если мы посмотрим на цифрах, в 2022 году мы получили дивидендную доходность по индексу Мосбиржи на уровне 5,9%, что ниже исторически среднего уровня, да, и в 2023 году дивидендная доходность существенно возросла и достигла уровня 8,7%. То есть у нас довольно существенное восстановление, да. Оно произошло как за счет того, что у нас те эмитенты, которые не приостанавливали дивиденды, они улучшили свои финансовые показатели, заработали больше прибыли свободного денежного потока и, соответственно, смогли заплатить больше дивидендов. Да, и второй фактор, собственно говоря, те компании, которые дивиденды приостановили, выплаты, они их стали возобновлять. Пока не все, процесс постепенный, но, тем не менее, большая часть компаний уже, в принципе, вернулась в свой более-менее нормальный режим дивидендных выплат. Хорошо. Ну, как это, как следствие итогов 2023 года, если можно, вот сразу тогда в 2024. То есть уже какие перспективы, и тут по возможности максимально подробно, я думаю, наших частных инвесторов это будет интересовать в полной мере. То есть если вот прям по отраслям, может быть, даже с именами пробежаться, какие компании, какие отрасли в целом выделяются, и какие компании в них с точки зрения дивидендов уже в 2024 году? Да, ну, собственно говоря, мы ожидаем очень хороший год в плане дивидендов текущий, да, 2024. И продолжаем, и видим эту историю, продолжающуюся в 2025 году. В целом по индексу Мосбиржи мы ожидаем доходность на уровне около 10%. Это рекордные значения, если вот брать последний десятилетний интервал времени. Вот, поэтому здесь, собственно говоря, сыграла комбинация двух факторов, да, это продолжающийся процесс, собственно говоря, возобновления выплат дивидендов тех компаний, которые этого не делали. Плюс мы видим продолжающийся рост прибыли наших крупнейших компокорпораций. Ну и третий фактор, у нас стартовал процесс средоэмицелляции тех самых эмитентов, которые имели зарубежную регистрацию. Ну и, собственно говоря, после того переезда в Россию, многие из них будут иметь возможность, и мы, надеемся, желание также возобновить дивидендные выплаты. Поэтому у нас, собственно говоря, прогнозы позитивные, да. Что касается основных эмитентов секторов, мы, в принципе, можем тоже поподробнее на этом остановиться. Ну, по-прежнему у нас лидеры в дивидендных выплатах – это нефтегазовый сектор, да, это наша крупнейшая компания, с самой большой прибылью, денежным потоком, и, собственно говоря, компании, которые уже не находятся в активной стадии рост и могут выплачивать довольно высокие дивиденды. Ну, что касается конкретных компаний, если мы хотим обсудить, да, мы ожидаем, в общем-то, продолжения выплат по всем эмитентам, да, основным в этом секторе. Это у нас и «Газпром», да, и «Лукоил», «Новотек», «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Сургут», «Транснефть». Да, это основные имена, за которыми мы следим. Ну, самая большая дивидендная доходность покажет у нас акции, прилегированные «Сургут» нефтегаза. По нашим оценкам доходность составит порядка 18,5%, исходя из той отчетности по РСБУ, которую компания буквально на днях опубликовала. Вот, поэтому, наверное, рекордсмен по доходности даже, наверное, не только в этом секторе, но и на всем нашем российском фондовом рынке, да, из крупнейших эмитентов. В принципе, мы ожидаем довольно высокую доходность от прилегированных акций «Транснефти» на уровне 12% по «Газпрому», на уровне 12%, да, это мы говорим про ближайшие дивидендные выплаты. Ну, собственно говоря, остальные эмитенты, они на самом деле платили промежуточные дивиденды в течение прошлого года, да, и в начале уже 24-го части выплаты была проведена. Соответственно, те дивиденды, которые мы ожидаем во втором и третьем квартале, это остаток средств за третий квартал, либо за второе полугодие прошлого года, то есть, как бы, это частично получается оплата, да, за финальные финансовые периоды прошлого года. Ну, там доходность у нас ранжирилась где-то от 2%, да, до «Потатнефти», до 5% «Роснефть», 6,5% «Лукоил». Новотек уже там выплатил около 3,5%. Так, мы пойдем далее, или как, коллеги, удобнее? Нет, давайте по отраслям пройдемся, мы потом чуть, может быть, вернемся, исходя из вопроса. Хорошо, хорошо. Финансовый сектор, экономический. Да, далее, наверное, у нас основной плательщик – это финансовый сектор, но здесь основные дивиденды – это СБЕР, да, у нас основной плательщик. Вот, соответственно, по нему ждем доходность около 11%. В финансовом секторе также у нас платят дивиденды Мосбиржа, да, это доходность около 8%. Ну, и Совкомбанк, наш новый эмитент, который появился на бирже в прошлом году, по нему доходность ожидаем около 6%. По ВТБ дивидендов не ждем, смотрим за банком Тинькофф, который после регистрации имеет, в принципе, может иметь возможность выплачивать дивиденды, но там есть некое корпоративное событие, которое создаёт некоторую неопределенность в отношении дивидендов компании. Ну, и далее у нас таким исторически важным плательщиком дивидендов являлся сектор металлургии, но там у нас сейчас, наверное, появилось чуть больше неопределенности, потому что в течение прошлого года компании дивидендов не выплачивали, и пока, ну, если мы говорим про производителей стали, у нас выплачивали дивиденды, наверное, только от Норильский Никель, да, и Алросу. Остальные эмитенты из этого сектора дивиденды придерживали, за исключением Северстали, которая первая из производителей стали объявила о выплате, в общем-то, высоких дивидендов, да, и в настоящий момент акции торгуются с дивидендной доходностью в районе 10% по ближайшему дивиденду, да, и в течение года эта сумма может вырасти за счёт промежуточных дивидендов по итогам первого, второго и третьего кварталов. Так, ну и также сектор удобрения, да, он тоже у нас находится, скажем так, в сегменте природных ресурсов, там мы бы выделили компанию ФосАгро, которая регулярно платит дивиденды с годовой доходностью около 10-12%, мы ожидаем на ближайшие 12 месяцев, но при этом компания платит квартальные дивиденды, да, то есть квартал-то примерно по 2,5, там, до 3% нижеквартально. Далее мы можем посмотреть на сектор, потребительский сектор, да, здесь у нас, в общем-то, основным плательщиком дивидендов у нас будет являться компания «Магнит», да, в принципе, эмитент уже заплатил промежуточные дивиденды в 22-м году, возобновил выплаты, да, и мы ожидаем довольно высокую выплату по итогам 23-го года с доходностью порядка 11-12% за счет, в общем-то, прибыли текущего года, да, и тех денег, которые компания скопила на балансе за тот период, когда она дивиденды не выплачивала. Что касается X5, там вопрос у нас сейчас на повестке с редамицелляцией, да, и по окончании этого процесса, но это, скорее всего, будет ближе к осени, мы тоже предполагаем, что компания вернется дивидендным выплатам порядка, ну, как минимум 10-12% ежегодно. Ну, наверное, мы прошлись по основным эмитентам, да, если есть какие-то дополнительные вопросы по секторам или компаниям, постараюсь ответить. Хорошо. Дорогие слушатели, перехожу потихонечку к вашим вопросам, поэтому, если они есть, самое время написать. Может быть, сейчас не в порядку, но очень в тему вопрос от Максима. И еще я видел, несколько слушателей писали на эту тему. Вопрос следующий. Вот вы называете цифры доходности, иногда даже ниже 10, иногда больше 10, там 11-12%, но у инвесторов это часто возникает резонный вопрос. Сейчас доходности, ну, даже по государственным облигациям, там около 13 корпоратами, надежные, крупные компании, 13-14 компании помельче, там 14-15%. Ну, в общем, 13-15%, что, ну, кажется, существенно, ну, не существенно, ну, в общем, больше доходности депозитов. Вот как вы, может быть, для своих инвесторов, для себя объясняете привлекательность на текущий момент именно дивидендных компаний, с учетом того, что, вроде бы, неопределенности там больше, а доходности меньше? Да, это хороший вопрос. Нам его часто задают клиенты, да. Собственно говоря, зачем нам нужны акции, если на облигациях можно заработать сейчас там 16%, да, 15-16% на короткие, да, ставки по депозитам тоже на этом уровне примерно находятся. Вот, но здесь довольно, в общем-то, с одной стороны, простой, с другой стороны, может быть, такой более глубокий фактор, да, связанный с тем, что, покупая акцию, вы покупаете, в общем-то, не какой-то стационарный там инструмент, да, который вам приносит, там, 6-7-10-11-12% ежегодно, вы покупаете долю в бизнесе, который продолжает расти, да, то есть мы понимаем, что, в общем-то, большая часть эмитентов выплачивает дивиденды в размере составляющем, там, допустим, 50% там, да, чистой прибыли. Если мы говорим, например, там, про государственные компании, соответственно, вторую половину чистой прибыли компания инвестирует в рост, да, то есть что мы здесь получаем? Что, с одной стороны, если компания бы в рост не инвестировала, то она могла бы платить, там, не 10-12%, да, там, а все 17-17-20% и больше, да, то есть мы должны понимать, что, там, как правило, половина, собственно говоря, той прибыли, которую компания зарабатывает, она инвестирует в дальнейшее развитие. Эта доля может отличаться от сектора, от эмитента, да, но мы должны все держать в уме, что большая доля средств, она реинвестируется. Что мы за это получаем? Мы за это получаем будущий рост, да, то есть покупая акцию, вы покупаете не только текущую доходность, да, вы покупаете рост бизнеса и рост дивидендов в дальнейшем, да, и потенциально на бесконечном горизонте времени, да, если мы считаем, что бизнес компании будут вести там, ну, неопределенное, там, бесконечное количество времени. Поэтому в этом принципиальное отличие акции как класс инструментов для инвестиций, да, и, например, в терминах полной доходности, которые мы ожидаем от рынка акций в текущем году, то мы видим потенциал полной доходности на уровне около 30%, да, из которого 10%, как мы говорили, это дивиденды, и 20% это прирост стоимости акций, который, в общем-то, будет связан прежде всего нормализацией рыночной оценки до средних исторических значений, которые еще не в полной мере состоялось в прошлом году, да, то есть напомню, вы, наверное, в том числе многие видели, да, что у нас произошло сильное снижение рынка акций в 22-м году, да, мы там получили негативную переоценку, и только частично мы ее смогли компенсировать в 23-м году, да, этот процесс не завершен, он продолжается, мы видим, что многие компании продолжают иметь оценку, которая существенно ниже средних исторических значений в расчете, например, на единицу прибыли, которые акции зарабатывают, да, компании зарабатывают. Таким образом, мы ожидаем текущий год очень сильным для акций с точки зрения переоценки, ну и плюс вот рекордная дивидендная доходность, да, то есть сравнивая облигации с акциями в текущий год, вы должны примерно сравнивать доходность там 15-16% по облигациям и в районе там 25-30 и, может быть, более процентов по акциям. Да, акции – это более рискованный продукт, там есть больше рыночной волатильности, но потенциальная доходность у нас даже в текущем году, да, практически в два раза выше, чем по рынку облигаций. То есть это надо иметь в виду. Хорошо. Кстати, от себя добавлю, эта самая волатильность порой как раз позволяет на акциях существенно увеличивать доходность, если при падении не продавать, а покупать. Переходим к вопросам. Ну, нормальная история, я вот уже вижу вопросы, будут точные истории. Давайте, Илья, договоримся. Если есть понимание по этой компании, то ждем ответа. Если нет, то тоже нормально сказать, что, может быть, не покрываете эту компанию или не считали ее дивиденды, это тоже мы поймем, у нас, по крайней мере, эта тема нормальна. Поехали. Вопрос от Вячеслава. Евротранс. Вот новый имитент, новая компания на рынке. Есть ли какие-то ожидания по дивидендам и вообще отношения к этой компании? Да, коллеги, да, смотрите, у нас есть некоторая особенность, да, ввиду довольно крупного размера нашей управляющей компании. Мы, конечно, в основном фокусируемся на имитентах первого, возможно, второго эшелона. И, скажем так, ну, ввиду там ограничения по ликвидности, да, мы, в общем-то, имитенты там третьего, четвертого, пятого эшелона на многие из них не смотрим, да. И, в общем-то, компания Евротранс, она к этой категории относится, поэтому прошу извинить, наверное, я воздержусь от комментариев по этому имитенту. Давайте попробуем. Хорошо. Да, мы попробуем, тут достаточно много вопросов, вы не переживайте, дойдем. Я думаю, да, вполне нормальный ответ. Компания, ну, действительно, с меньшей ликвидностью по сравнению с голубых фишек. Тут как бы все понятно, вопросов нет. Идем дальше. Ну, вот, давайте магнит, если попробуем пообсуждать. Единственное, тут немножко вопрос к нам, но, Никит, у нас есть, там, периодически проводим эфиры, где мы отвечаем. Все-таки давайте сегодня в хорошем смысле помочь им гостям. Вопрос про магнит. Вот, компания вернулась к выплате дивидендам. Выделяете ли вы ее с точки зрения вот дивидендных выплат, перспектив дивидендных выплат? Или, может быть, текущая цена уже все эти перспективы учитывает? Ну, с точки зрения дивидендной доходности, действительно, мы считаем, что магнит покажет, наверное, одно из наиболее высоких значений, да, этого показателя в ближайшие 12 месяцев. Но в первую очередь мы ожидаем высокий дивиденд по итогам года. Да, напомню, что мы думаем, что дивиденд будет в районе где-то, наверное, от 800 до 1000 рублей за акцию с доходностью порядка 10-12%. Вот, и, в принципе, уже есть некоторая информация, которая подтверждает эти прогнозы. В частности, главная компания «Магнит» опубликовала цифры по РСБУ. И, в общем-то, там есть все показатели чистой прибыли, которые позволяют судить вот в размере, наверное, такой максимальной величины годового дивиденда. Вот, и, да, исторически мы помним, что у нас в последние два года компания дивидендов не платила, за исключением финального дивиденда, промежуточного дивиденда в конце прошлого года. Да, то есть скопила существенное средство на своем балансе с порядка 200 миллиардов рублей. И поэтому, собственно говоря, с учетом того, что компания, в принципе, наверное, входит уже в фазу зрелости, да, и уже не так много нужно средств для инвестирования в развитие бизнеса, то большую часть скопившейся наличности, мы думаем, что компания будет выплачивать в виде дивидендов, как финального дивиденда, так и, собственно говоря, вероятен дивиденд промежуточный до конца года, да, еще там, во второй половине года. Вот, что касается перспектив акции, на самом деле нам перспективы акции с точки зрения роста стоимости также нравятся, да, мы видим, что компания у нас торгуется по интересным мультипликаторам, да, вот мы смотрим основной такой индикатор соотношения цены акций к чистой прибыли, и оно составляет около 7 раз на прибыль текущего года, да, при том, что исторически магнит торговался с мультипликатором данным на уровне около 10, там и выше, да, поэтому с точки зрения оценки тоже есть хороший потенциал роста. Несколько, наверное, мы осторожно смотрим на финансовые показатели в первой половине текущего года, то есть мы видели довольно, скажем так, ну не то, что слабые, да, но отстающие вот конкурентов цифры за 23-й год. Возможно, будет несколько отстающая операционная динамика по финансовым показателям в первом полугодии текущего года, да, но мы думаем, что менеджер сможет этот тренд преодолеть и уже в втором полугодии, и в следующем году компания будет по темпам роста соответствовать, ну, среднерыночным, как минимум, показателям, возможно, будет опережать их, да. Поэтому с учетом запаса по оценке и высокой длиной доходности, в общем-то, считая магнит, привлекательные инвестиции даже на текущих уровнях. Да, вот эти оценки, которые я говорил, это, в общем-то, исходя из текущих цен на акт. Хорошо, спасибо. Следующая компания, я думаю, очень близко вам, это компания Сбер. Тут вопрос, ну, чаще всего задают следующий. Акции Сбера выросли очень сильно, люди переживают, что, ну, уже, как бы, дорого или, по крайней мере, недешево с учетом такой динамики. Вот, с другой стороны, прибыли рекордные, выручка рекордная. Вот, все-таки, на ваш взгляд, опять же, может быть, через призму дивидендов, сами акции имеют еще потенциал роста, или все-таки, действительно, по факту мы постановились после серьезного падения, и теперь, скорее, Сбер будет выглядеть такой классической дивидендной компанией, то есть, немного расти в цене и радовать своих акционеров дивидендами. Но уже не так сильно, ну, будет динамика роста. Да, смотрите, ну, Сбер, на самом деле, довольно интересная история, поскольку, действительно, компания, да, банку позволяла, он смог сочетать, как довольно, такие неплохие темпы роста бизнеса, да, финансовые показатели на уровне более 20% ежегодно, и дивиденды, да, неплохие двузначные дивиденды, и, соответственно, все сочеталось, как бы, в одном эмитенте. Собственно говоря, мы видим, наверное, два сценария развития дальнейшего для Сбера. Да, первый сценарий, что все-таки компания будет продолжать искать точки для развития бизнеса, да, для утилизации своего капитала, и будет все-таки, несмотря на рост ставок, будет находить возможность для увеличения своего основного бизнеса, кредитного портфеля, да, возможно, инвестировать в какие-то новые направления бизнеса, то, чем Сбер занимался последние несколько лет, и таким образом все-таки будет обеспечивать, ну, если там не 20% темпы роста, да, но темпы роста хотя бы на уровне, там, более 10-15%. И в этом случае, в общем-то, история, наверное, будет продолжаться, да, банк будет расти, и, в общем-то, у него сохраняются хорошие перспективы как по оценке, да, так и по дивидендам. Ну, и второй сценарий – это, скажем так, ситуация, когда банк в текущих рыночных реалиях может столкнуться, скажем так, с ограниченностью возможностей по развитию бизнеса, то здесь сценарий, на самом деле, тоже позитивный для инвесторов, то есть банк будет увеличивать коэффициент дивидендных выплат, напомню, текущий дивиденд у нас рассчитан из показателя выплаты в 50% от чистой прибыли по МСФО, да, что дает нам доходность на уровне 11%. Соответственно, увеличение вот этого показателя дивидендных выплат от чистой прибыли до уровня, там, 60-70, там, можно разные предположить сценарии, да, будет, соответственно, транслироваться в более высокую дивидендную доходность. Поэтому, в принципе, с учетом его оценки финансовых показателей, нам кажется, по-прежнему потенциал не исчерпан, то есть мы увидим либо продолжение роста цены акции, либо более высокие дивиденды. Что касается оценки, банк выглядит недорого, он торгуется по мультипликатору, цена к прибыли на уровне 4 раз, да, при том, что исторически эти значения были на уровне где-то 5,5-6, да, то есть, исходя из этих значений, переоценка потенциально может составлять еще там как минимум 20-30%. Так что в акции Сбер мы верим, считаем, что они по-прежнему недорогие, обладают как потенциалом роста, так и хорошей дивидендной доходностью. Ну и плюс, мы посмотрим перспективу, может быть, ближе там ко второй половине, к осени, да, к зиме. В общем-то, мы, наверное, и большинство участников рынка сходится в том, что Центробанк наш все-таки начнет ставку снижать, да, и в ситуации снижения ставок, безусловно, банки будут, наверное, наиболее чувствительны с точки зрения оживления там деловой активности, кредитования, да, и могут получить толчок к росту для основного бизнеса кредитного. Поэтому с этим прицелом и преднагрязывание следующего года, в общем-то, ну, Сбер выглядит такой, в общем-то, беспрогрешной инвестиции, да. Хорошо, то есть, уточню, в принципе, вы тоже, ну, скажем так, аналитически рассчитываете на то, что Сбер, в принципе, может увеличить долю выплаты из прибыли на дивиденды? Да, такой сценарий вероятен, да, я думаю, что как раз сейчас у менеджмента такая развилка стоит. Вот, но в базовом сценарии мы не ожидаем, да, увеличения коэффициента дивидендных выплат, собственно говоря, об этом менеджмент банк уже говорил, да, что не стоит там ждать более 50% дивидендных, коэффициента выплат, да, от прибыли, вот, но при этом мы понимаем, что к концу года у Сбера образуется там избыточный капитал, скорее всего, вот, и, собственно говоря, они что-то будут с ним делать. То есть, либо они дождутся снижения ставки и начнут более активно кредитовать и утилизировать свой капитал, да, напомню, что Сбер зарабатывает доходность на свой капитал на уровне более 20%, да, но даже и выше иногда бывает некоторые годы там более 25%. Поэтому либо они будут, соответственно, вкладывать свой капитал в бизнес, да, либо увеличивать дивиденды, да, если не увидят интересных возможностей на рынке. В любом случае, либо больше дивидендов мы получим, да, либо мы увидим увеличение финансовых показателей в следующем году, да, ну и, соответственно, за счет этого более высокий дивиденд уже в следующем году и в последующих периодах. Отлично, спасибо. Следующая компания – это Новотек. С одной стороны, исторически очень перспективная, растущая компания, но в последнее время, столкнувшаяся с некоторыми сложностями, вот все-таки как вы ее оцениваете с точки зрения, опять же, дивидендов и, может быть, нюансов в бизнесе, особенно в последнем году? Да, Новотек у нас сейчас находится в такой, наверное, непростой ситуации. С точки зрения, ну, по дивидендам, наверное, давайте сначала поговорим. Что касается дивидендов, наверное, Новотек, в принципе, не отличался какими-то высокими дивидендами, особенно по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями. Но, тем не менее, где-то 8-9% дивидендной доходности, мы думаем, компания будет платить. Ну, и, возможно, даже, наверное, какой-то здесь более высокий показатель. Но, тем не менее, по основному бизнесу действительно у компании возникают сложности, связанные они с тем, что все-таки санкционное давление, видимо, начинают оказывать довольно существенное влияние на бизнес. У нас, в принципе, есть новый проект компании «Артик СПГ-2», который компания обещала запустить еще в конце прошлого года. Но пока мы точно не видим подтверждения, что он запущен и что с него идут продажи. Есть информация, что вроде как работает, но, скажем так, может ли компания продавать с этого проекта СПГ, это пока еще до конца неизвестно. Вот, да, ну и мы знаем о том, что этот проект попал в санкции, да, соответственно, очевидно, у компании будут существенные проблемы со сбытом продукции. Вот, ну и, в принципе, наверное, на рынке газа ситуация складывается не самым благоприятным образом. То есть мы видим, что, например, в Европе, да, из-за теплой погоды сейчас уровень запаса газа в хранилищах находится на уровнях близких к историческим максимальным значениям для этого времени года. То есть газа, в принципе, достаточно, дефицита там нет. Плюс мы понимаем, что начиная с 2025 года, где-то на горизонте 2025-2026 годов, у нас в мире вводится новая мощность СПГ, в частности, в Катаре, в США, что обеспечит рост предложений на этом рынке. Да, в этой связи, ну, здесь как бы пазл так складывается, что, как бы, американцы, видимо, будут довольно жестко пытаться НуАТЭК с рынка как бы вытеснить, да, для того, чтобы в том числе продавать собственные объемы дополнительные, ну, в следующем году. Поэтому ситуация для компаний непростая, но, в принципе, исходя из практики других нефтяных компаний, да, на рынке нефти, мы видим, что, несмотря на разные санкции, они работают, скажем так, не в полной мере, и всегда находится покупатель на российскую нефть, если предложить интересный дисконт, да, поэтому, в случае с НОВАТЭКом, наверное, возможно, похожая ситуация. У нас есть крупнейший наш торговый партнер – это Китай сейчас, и, в принципе, китайский рынок, возможно, поглотит все объемы НОВАТЭКа в ближайшие годы. Вот, но, опять же, ситуация такая неоднозначная. Мы следим за развитием, да, вот этой ситуации. К сожалению, компания сейчас, наверное, будет несколько закрываться в плане отчетности, но, тем не менее, мы думаем, что все-таки какие-то показатели компания будет раскрывать, ну, и будет, мы думаем, что продолжать платить дивиденды. Поэтому, подытоживая, по НОВАТЭКу у нас взгляд осторожный, да, теоретически, в случае, с ситуацией будет развиваться по благоприятному сценарию, то есть, если компания запустит проекты, свои новые проекты, сможет с них продавать СПГ в полном объеме, то акция выглядит интересно, с учетом снижения котировок в последнем месяце, но, соответственно, это позитивный сценарий, да, и, возможно, сценарий непозитивный, скажем так. Поэтому акция сейчас обладает, скажем так, с отношением высокий риск, социально хорошая доходность, вот, в этой связи, ну, наверное, для долгосрочного инвестора, склонного к риску, наверное, можно на определенных уровнях рассматривать акцию к покупке, но это не очевидная история и, повторюсь, имеет высокий риск. – Хорошо, у нас немножко времени остается, если можно, еще все-таки несколько вопросов. Вот от Максима такая хорошая развилка «Лукоил» и «Роснефть». Я над себя добавлю, вот, с одной стороны, «Лукоил» классическая дивидендная история, все практически дает на дивиденды, с другой стороны, «Роснефть» половина дает на дивиденды, но есть мега-крупный, амбициозный проект. Вот вы как, какой компании больше исполняетесь? Или, может быть, то и то нравится, смотря что выбирать? – Да, хороший вопрос. Ну, на самом деле, нам в целом нравятся обе компании, да, и с учетом того, что мы имеем позитивный взгляд по ценам на нефть на текущий год и на следующий, то, в принципе, они обе выглядят довольно интересно, да, то есть у «Лукоила» есть преимущество в том, что компания не имеет долга практически, да, у нее хорошее финансовое положение, они выплачивают 100% свободного денежного потока в виде дивидендов, до последнего времени, конечно, так выплачивали, вот последние дивиденды они несколько поскромничали, но, тем не менее, мы видим, что там компания зарабатывает много, да, и вот по последнему дивиденду порядка 70% рекешлоу, по нашим оценкам, они, свободный денежный поток, прошу прощения, они заплатили в виде дивидендов. Вот, поэтому и с точки зрения оценки, это одна, наверное, из самых недорогих компаний в секторе, ну и, соответственно, с наибольшим потенциалом рост. С точки зрения Роснефти, компания, наверное, с точки зрения дивидендов, несколько более скромно себя ведет, то есть они выплачивают лишь 50% чистой прибыли по МСФО, плюс у них часто бывают различные списания неденежные, которые они в отчетности отражают и которые номинально сокращают чистую прибыль, то есть предсказуемость дивидендов в случае с Роснефтью, мы бы сказали, что пониже. Вот, тем не менее, и второй, наверное, такой момент, на который стоит обращать внимание, который, скажем так, является палкой о двух концах, да, что Роснефть высокая долговая нагрузка, с одной стороны, в ситуации высоких ставок это существенно влияет на чистую прибыль, да, из-за роста процентных расходов, с другой стороны, в ситуации роста цены на нефть, финансовые показатели Роснефти, они имеют больше операционный рычаг, да, то есть там большая чувствительность чистой прибыли к изменению цены на нефть, то есть с учетом долговой нагрузки чистая прибыль компании будет расти быстрее Роснефти, чем у Лукойла, если вы верите в более высокую цену на нефть, вот, ну плюс мы все знаем, что Роснефть есть проект роста большой, да, это проект Восток Войл, это может иметь стоимость в долгосрочной перспективе, ну и, наверное, третий аргумент за это то, что Роснефть имеет довольно сильные лоббистские возможности и в ситуации каких-либо изменений в налоговом режиме, как правило, мы видели, что Роснефть не только не проигрывала, а даже выигрывала от этих изменений, и в этом плане она, наверное, стоит так особняком от всех остальных компаний, то есть, как правило, рост налогового времени, который время от времени происходит, Роснефть не затрагивает, да, в этом плане, ну или затрагивает в меньшей степени, в этом плане, ну вот, как бы, есть плюсы и минусы, да, у каждого эмитента, и в наших портфелях мы, в общем-то, имеем и ту, и другую бумагу, то есть, мы считаем, что обе из них, да, имеют право находиться, в том числе, в вашем портфеле. Отлично, это, кстати, мой любимый вариант, когда есть, ну, две хорошие бумаги, не надо выбирать, не надо ломать голову, можно в равных долях купить, по крайней мере, то, что вы на это выделяете, и ломать голову над чем-то другим, есть над чем подумать. Хорошо, финальный вопрос, если можно, металлурги, вы про них сказали, вернулись к выплатам, все-таки, опять же, вот эта история, НЛМК, ММК, Северсталь, все три крупнейшие взять, стоит ли выбирать, может быть, по аналогии с нефтяными компаниями, или тоже стоит распределить, так сказать, таким ровным слоем, все компании хорошие, все дивидендные, вот, или нет, или все-таки кто-то выглядит получше. Да, это хороший вопрос, ну, если посмотреть на наши портфели, да, то мы, в принципе, как вы сказали, вот, наверное, ближе ко второму варианту, то есть у нас есть все три бумаги в наших портфелях, да, опять же, есть, ну, каждый из них, там, преимущество и некоторые недостатки, да, но если начать с Северстали, да, здесь, очевидно, позитивный фактор, то, что компания, в общем-то, не побоялась выплатить хорошие дивиденды, да, объявить их, да, выплату в ближайшие месяцы с доходностью около 10%, ну, и плюс, соответственно, мы ожидаем, что по окончании каждого квартала текущего года Северсталь продолжит выплачивать дивиденды на уровне хотя бы текущего свободного денежного потока, да, это как минимум там еще 10% в год, да, то есть очень хороший дивидендный выплат, вот, но с другой стороны, цена акции Северстали уже во многом учитывает, вот эти позитивные факторы дивидендов, да, поэтому с точки зрения потенциала цены акций, наверное, он уже во многом реализован. И как раз с точки зрения потенциала, наверное, более интересными выглядят компании НЛМК и, наверное, еще более интересно ММК, да, это те компании, которые пока в плане дивидендов ведут себя более осторожно, вот, при этом имеют аналогичную ситуацию, то есть скопили значительный объем денежных средств, там, наверное, до 15% капитализации на своем балансе, на виду того, что они, в общем, зарабатывали много прибыли и в 22-м году, и в 23-м, и ее не выплачивали, то есть копили средства на балансе, сокращали чистый долг, вот, то есть потенциал распределения средств и акционеров, он высокий, ну, не меньше, чем в Северстале, да, и основной вопрос, собственно говоря, даже, наверное, не вернутся ли они к выплату дивидендов, а когда это произойдет, то есть практически точно они возобновят выплаты, возможно, они это будут делать более осторожно, то есть в меньшем объеме с точки зрения дивидендной доходности, то есть, возможно, может, там будет не 10%, там, а 5-6, там, может быть, 7-8, да, вот, но тем не менее, они также к этой практике вернутся. Ну, с точки зрения оценки, эти два эмитента стоят дешевле по финансовым мультипликаторам, да, поэтому потенциал в рост в них еще сохраняется, да, и в этой связи для долгосрочных инвесторов, наверное, мы бы делали больше ставку на ММК и на НЛМК, вот, но с точки зрения текущих дивидендов, конечно, в Северстале, в общем-то, ближайший дивиденд мы уже знаем, да, и там наибольшая вероятность получить дивидендов в плане доходности за текущий год, то есть, гораздо более высокая вероятность, что мы получим в большем их размере, чем в других столеварах. Илья, финальный вопрос. Да, это ваш вопрос или нет, но мы не держим и то, и другое, да, нам нравится текущая доходность и потенциал роста, и мы, в общем-то, все три имени у нас в портфелях присутствуют. Отлично, это самый лучший ответ, что делаете вы. Последний финальный вопрос, не могу его не задать, МТС, классическая дивидендная история, но инвесторов пугает высокая, хотя, опять же, кто-то по-разному оценивает, но базово называется высокая кредитная нагрузка. Вот как вы считаете, МТС все-таки находит баланс между дивидендами, развитием и налоговой и долговой нагрузкой, или все-таки есть определенный перекос, и инвесторам надо, по крайней мере, повнимательнее следить за этой компанией? Ну, мы считаем, наверное, что все-таки МТС поддерживает баланс между дивидендами и долговой нагрузкой, и более того, инвестирует в развитие. Все-таки для такой зрелой отрасли, как телекомы, показывают значные темпы роста, то, что МТС получается делать, это, в общем, хорошее достижение. Вот, поэтому, и с точки зрения долговой нагрузки, но она нас не смущает, потому что, опять же, с учетом того, что бизнес очень стабильный, предсказуемый, да, там, скажем так, волатильности финансовых показателей практически отсутствует, то есть мы знаем точно, что МТС будет, там, доходы увеличиваться, есть вопрос, там, с какой скоростью. Скорость, конечно, не такая, может быть, большая, как в других имитентах, но зато это стабильный такой предсказуемый бизнес с хорошими рыночными позициями, с хорошими компетенциями и конкурентными преимуществами. Вот, поэтому, по МТС, у нас взгляд также, скажем так, умеренно позитивный. Да, мы видели, в принципе, хороший динамик в акции, но, тем не менее, даже по текущей цене оцениваем дивиденды на уровне примерно 11-12% на текущий год, ну, плюс, как мы уже говорили, вы получаете, ну, и мы получаем, да, как инвесторы, рост бизнеса, да, потенциальное увеличение доходов и дивидендов в будущем. Вот, с точки зрения потенциала роста, ну, наверное, во многом он уже реализован, да, то есть, что там, все-таки относительно невысоких темпов роста бизнеса, это большей частью у нас дивидендная история, да, и уровень дивидендной доходности на уровне, наверное, 11-12% для нее в целом, наверное, выглядит справедливо, да, в текущей ситуации относительно высоких ставок экономики. Вот, поэтому мы акции МТС тоже в портфелях держим, большую ставку на него не делаем, но это позволяет генерировать дивидендный поток для тех наших стратегий и продуктов, которые, собственно говоря, выплачивают, да, инвесторам регулярный доход, да, это наши ПИФы с выплатой дохода и дивидендной стратегии. То есть, как часть таких портфелей однозначно бумага имеет место и должна, мы считаем, находиться в портфелях, может быть, чуть более консервативных, да, таких инвесторов, ориентированных на дивиденды. Отлично. Илья, вам большое спасибо. Надеюсь, российские компании не расстроят нас, не наших слушателей, не российских инвесторов, а будут возобновлять и продолжать и лучше еще увеличивать дивидендные выплаты. По крайней мере, пока тенденция складывается к этому. Это действительно здорово. Еще раз, Илья, вам большое спасибо, дорогие слушатели. Надеюсь, как я люблю говорить в конце, пищу для размышлений вы получили, имитенты записали, дальше уже сами сможете принять решение. Да, спасибо большое за внимание всем участникам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.